Всем привет! С вами Прия. Сегодня мы поосваиваем вновь обновление 7.3 на ПТРе. Я уже нашел пару интересных моментов, о которых мне очень-очень сильно хочется рассказать. Начнем же. Сейчас я выйду с живого сервера, быстренько все доделаю, и мы начнем изучение. Да. Итак, карта. Теперь она есть, и это действительно классно. Как отображается Аргус на расколотых островах, пока что еще не видно, увы. Но надеюсь, что отенсительно скоро он отобразится. Изменена иконка правосудия света, и вообще все сделано относительно классно. Ну, отлично, хорошо. Идем в правильное русло, можно сказать. Так, еще разок откроем нашу карту. Вот, что попытаемся сделать? Какая кровь хорошая, не бесполезная. Так, как я понимаю, как я понимаю, нам дали 47-ое знание. Да. Теперь объем накапливаемой силы артефакта увеличен на 77 миллионов 250 тысяч. Отлично. Токен маленько преобразился. То есть, если вы глянете первую или вторую видеозапись с моими различными взаимодействиями с ПТР, то там была такая типа латная иконка. Вот. Сейчас же все намного лучше. Так, хочу глянуть. Вот этот момент. Маленько все русифицировали, и почему-то опять поменяли на выброшенные эти предметы. Зачем, непонятно. Ага. Осколки пустоты теперь можно сливать в итемы, которые увеличивают опыт нашим защитникам. Одного защитника преобразились иконки. Угу. Интересно. Очень много графического изменения я вижу. Очень много, действительно. Так. Тигель до сих пор не открыт. По крестам мне нужно сделать нападение. Я надеюсь, починили. И я смогу спокойно сделать. Только почему-то, знаете, карта маленько криво. То есть, кракун должен быть тут. А он... Ну, видите, да? То есть, я кликаю, и ничего не происходит. Кликаю сюда, открывается кракун. Ммм. Недочет, недочет. Ладно, надеюсь, исправит. Так. Русские пустоши. Ага, пустоши Анторуса они теперь называются. Раньше назывались Анторусские пустоши. Наверное, русские игроки пожаловались на это дело. И Близзард решили поменять. Весьма интересно на самом деле. Так, ну что. Я думаю просто какое-то нападение закрыть. Наверное, пойдем именно в то нападение. Так, нам нужно идти на крокун. Пойдем в самую первую точку. Сейчас оно все прогрузится. Ага. И идем сюда. Поехали. Сделали красивые загрузочные экраны. Просто идеальные. Это весьма классно. Я хотел раньше на ПТР-ку зайти и видосик записать. Но сервера были недоступны, потому что ставили как раз-таки ПТР обновление. И оно весьма годное. Действительно, есть информация по поводу того, что 7.3 выходит 30 августа. И знаете, я могу сказать то, что это весьма интересная информация, которая правдива в какой-то степени. С таким ростом контента, с таким поездом контента, как они любят сейчас это называть. Это вполне реально. Так, ну что. С артефактом ничего тут не случилось. То мало ли. Мне нужно все знать. Все так же нормально. Нормально, нормально. Ну, поехали. Оно работает. Уничтожьте кровососы. И кровососов, кровососы. Это сталкер. Чистое небо. В основном чистое, да. А это зона... Пикиара, как с Дренора, которые... Ага. То есть мне нужно вот эти статуи разрушать. Хорошо. Съем руну. Все равно я умирать не буду этот час. Чекаю бафы. Мало ли, может что поменяли. Может уже какие-то нерфы. Земля под ногами начинает ходить к воду. Ого. Хорошо. Пускай ходит, я не против. Рома щит. Все так же, то есть без изменений. Ох ты. А, ну да, типа я не на Аргусе и использовать не могу. Песьма логично. Разгромите силу легиона. Ага, то есть просто теперь набиваю процент. Хорошо, поехали. Ох ты. А че я расту? Кружится крови, дамаг увеличен на 25. И у этих мобов тоже увеличен дамаг на 25. Ну и ладно. У меня щиты всякие. Минус уроны. Как бы я даже не против поразгонять их дамаг. Перевели. А, чивочки эти. Ну да, то есть очень много в текущий момент сделано исправлений в пользу русских игроков. Ну и то есть русификация идет полным ходом и контент идет вверх. И я кого-нибудь сегодня из мобов убью, кто меня там встанет вообще по КД. Щупальца что ли? Сейчас это щупальца люлей получит. Недолго ли я буду эти проценты набивать? Думаю сейчас. Так я еще мобов подтяну, чтобы веселее было. Вот так, вот так и все. Можно подамагать. Опять встанет. Да, это щупальца кастует кливающие станы. Интересно, можно ли это нападение делать коллективно? Хм. О, лужица крови. Встаю-ка я в ней. В смысле? На мне незыблемость? Какой стан? Ты что творишь вообще? Еще под незыблемостью он мне станы дает. Подумайтесь. Обалдеть. Нет, что процент мало набивается. Я так долго буду фармить эту дерьмо. Побольше что ли агрить еще? Там еще побольше тар. Я вообще могу тут все собрать. Не знаю, выживу или нет. Но если стан дадут, то умру. Это стан. Все, пока. Да нет, нормально. Самое главное за всякими интересностями в виде кливов следить. И все будет хорошо. А вон, на эту щупу заспаунилась, но она очень далеко. Она меня не достанет. Эх, жаль, я не могу свой дамаг отобразить. С апхилом. По-любому выше ляма. Там чисто кровавая чума. Это натикивает. Притом неплохо. О, тут и есть лужица крови. Где-то рядом. Я это чувствую. Для меня кажется. Что за стаки на мобах интересного? Какая же скорость увеличена? А мне? А, и мне тоже. Спасибо. Я тоже хочу хасту. Еще бы. Бам. Вот это сейчас что-то было интересно. Это надо повторить. Это мне понравилось. Так, надо свести все это вместе. Надо нагреть побольше больших мобов. Дамагать, дамагать, дамагать. Накопить 5 стаков. И оно взорвется. Что-то это нормально. Я же надеюсь, оно не сведется. Ну, типа, куда ему и ведется? И зачем вообще, в принципе? Комера-то еще косо как-то. Никак на живых серверах. Посмотри, ведется. Что? А, они грузят эти колбочки. Они несут их в портал. То есть, подожди. Они выкачивают кровь. И уносят ее. Так, подожди-ка. Кого надо убивать, чтобы стаки вешались? Надо понять. Какой-то моб умер. Какой? Я не понимаю. Короче. Ауеш. Все норм. Опа-опа-опа-опа. Вот из этой войды надо точно выйти. Она нормально продамагивает. Сейчас скоро жахнет. Нормально. Че-то слабенько. Половые мобы. Все равно. Остались живы. Войти бы уже крови, дать массы тяжку, что ли? Удачи там только сделаю. Я надеюсь, там найдут. Самобы, от которых я смогу стаки накапливать. Потому что без стаков мне их будет очень грустно убивать с периодическими станами. Будут стаки, будут киллы. Не будет стаков, не будет киллов. Надо еще кольцо убить. Чтобы она не калила меня. Либо я что-то упускаю, либо они очень быстро с меня кости сбивают. Скорее всего, я что-то упускаю. О, здорово. Они что, и едутся, что ли? Ну и пошла-то вон отсюда. Оп, новые мобы. Просто стоишь, блат ДК, наваливаешь дамаг, и вообще все по кайфу. Героический класс все-таки. Эх, что-нибудь сегодня, сауешу ради 100%? Нет. Где стаки, от кого стаки? Я так и не понял. Вот тупой, потому что... Ага, все, последний этап. Командир убит. Так, иди сюда. Где, кто командир? Что седу, 200 тваляма. Серьезно, что ли? Нет, это не делается соло. Я больше чем уверен в том, что это можно делать группой. По-любому. Но это иначе издевательство, если соло. Тут никакой вменяемый дамагер это не сделает, из-за большого количества магов. Танк сделает. То есть, ну, я делаю. Мне как бы комфортно, но только дамага мало. А так нормально. Так, 10 стаков. Что за стаки? Нанесение... Все. Ага, то есть, это надо двигаться под этим дебафом. Хорошо. Привет, квартал звезд. Вечно баганный. Вечно неправильно работающий. С хреблыми этими мобов. Ненавижу. Ну, я просто буду клеивать сейчас через основную цель. И может быть минут через 7 я убью этого моба. Лужица крови бы какую-нибудь вызвать. Дело быстрее пойдет. Хотя пока буду водить мобов. Больше дамага потеряю. Стоим как стоим. Я не могу. Они с меня косточки сбрасывают. Я не могу нормальную РП тратить. Я только накапливаю 5, чтобы у меня удар смерти был дешевле еще на 5 сил рун. Они сбрасывают с меня эти косточки. Опа-опа-опа-опа. Стак накопился от чего-то. Вот кого я сейчас убил из мобов. Относительно недавно. Кого? Имя, фамилия, отчество. Ну смотри. Четверть уже снес хп. Я классный. Наверное, когда он следующий дебав на меня повешает, я бегать не буду. И просто прожму он с магический панцирь. С целью того, чтобы накопить силу рун. Вот. Ну неплохо так копится. По 2-3 в секунду. Не, на самом деле, это весьма неплохое количество. Ну, хотелось бы больше. Дело понятно, но все же. Ну, так-то это сценарий. Сценарии обычно делают втроем. Мстерее всего. Аналогично. Этот сценарий тоже будет доступен для 3-х человек. Что, лужа крови для меня? Размечтался. Две лужи крови. Ну смотри, я уже половинку снес. Тем временем. Угу, стак. От чего стак? Что я убил? Я, похоже, уже настолько сплю, что не отлеживая, каких мобов я убиваю. Иди сюда. Нет, нет. Маленький моб. Мило. Хм. Тогда интересно, какой. С какого моба я накапливаю эти стаки? При накоплении пяти которых можно вызвать взрыв. Я не понимаю. Подожди. У меня же флазка на силу есть. Чё я её не выпил? Дело бы шло быстрее. Чё я не поел? Тоже мне мифик рейдер называется. 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 Тоже мне мифик рейд 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 называется. Я только одну щупальцу убиваю Сразу следующее появляется Ну это типа насколько Дамага у меня Немного Зато выживаемости так куча Зато на мне сколько там щиток насчитован 5600 5 миллионов 600 тысяч Это достаточно Для сова танкования моба Который там половину времени что-то кастует Вообще непонятно Ладно, раз стаки сбросить уже Вот так чисто по приколу Вот придут ко мне Спросят Макс, вот зачем ты вообще сбрасываешь С стаки в принципе Я скажу, по приколу И все, я буду прав кстати Ну что разве кто-то намерен в стаки сбрасывать Да ну не быть такого не может Сейчас будет весело Если меня либо дисконнектит Либо квест не засчитается Это будет вообще идеально Нет, все засчиталось Отлично Мне дали 10 путевых камней Аргуса С помощью таких камней Слуги Саргерас открывают порталы Из Аргуса Другие миры захваченные Легионом Ага, а как мне выйти-то отсюда Или Данушка А, и вот и появились Эти 5 Элидари С порталом в центре Те 5 Элидари Которых мы могли видеть Тогда, когда я заходил В порталы Во втором Видосике Посвященному обновлению Сим-3 Угу Хорошо Мы возвращаемся обратно Сдаем квест И похоже, что получаем Доступ к Тигелю Ой, я надеюсь Это последняя Квеста Которая возможна здесь И потом я могу просто Использовать ПТР Как кузницу Идеальных Видосов Это будет классно Так, а есть ли что-то новое В кулинарии? Так, чисто ради прикола Глянуть Ммм Мне тут похоже, да? Что-то рыбный пир Это вообще какой-то дешевый Вам так не кажется? Вы обретете все возможности рыбы Чего? Он есть на живой учетной записи Или нет? Сейчас я гляну У меня как раз открыто там Нет, нет такого Хм Интересно Интересно Ладно Так, а для чего же нужны Интересно Те камни Которые я утонул Хм Это что? А, это типа иконка Что я не забрал еще А, ничего себе Вот это интересно сделали Это что, мне 5 вторжений надо отразить Ну ты серьезно? Квестики Квестики, квестики, квестики Квестики Хренистики В основном Да Да уж Нет, надо точно Надо группу собирать туда У трех человек Чтоб дело шло быстрее Я очень долго буду соло пилить это Ну сколько я потратил минут Минут 15 точно Кому квесты сдавать? А, Трулеон Сейчас, говорит У нас Нет права на ошибку Разрешите Барата Найдите Велена Просеете Силу Легиона А, ну Просто Набить Мобов Или проюзать Всякие Интересные Итемы На маму Селик Жаль Нельзя юзать Ну Ладно Так Проюзаю Слевс Маунтер Не беда Так Сначала Сделаем Этот квест С Тремя Итмами А потом Уже дальше Один Есть Вполне Я сейчас сокровище Утону Если оно Близко Нет Ну Какой-то стене Там висит Ну И пусть дальше Висит Фиг бы с ним Слева 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 30 процентов уже набита неплохо какая-то пачка мобов интересная с юзабельным объектом гнездо демонических мух нормально получите доступ к тигелю света пустоты тигу тигу света пустоты у них есть доступ но мне нет так сейчас спросим у него и у комплит здесь квест спросим у него делал он вообще квест или нет чего он ответит на тайный сундук обгаре вчера он еще по-английски писался что горит пишет короче когда-то будет открыт вот сложные англичане европейцы фиг пойми назвать по-нормальному я говорю you complete нет бы ответить ес но расписал короче понятно где-то отчета втупил по поводу тигла света пустоты я просто угораю с описание весьма забавно я надеюсь что это дело поправит нужно найти венец познания короче нормальная такая еще крестовая линия будет сдаем раз сдаем два нового пусть они дают потому что я не сделал старый логично сейчас на агрим да побольше из ау ешь а чё ау ешьте у меня кнопка есть как нажму там мог бы сами друг от друга отлетят и вот так и этого хватит один мог уже советился классно это тот мог который прикрывает мне путь отлично раз два ой мог пропал отлично ну-ка ради прикола точки вторжения вообще собирают группу на них задание может нет нет рейды там чем подземелья а какие у них маски классные ну так если иконку чекать ух ты еро мое что тут прилетело то а у этого толка то такой знаете ммм типа сет на чернокнижника как с литейный клан от черной горы дренорского рейда только в половину какой-то латный весьма интересно он как бы тканевый из литейки эпохальный а он как бы латный и это какое-то смежное чувство не дает понять истину ух ух центральная кнопка уже почти откодешилась все отлично в принципе половина мобов совередилась еще лучше и все умерли кайф внутрь да забегать или не внутрь или отбежать надо просто а нет надо подниматься наверх наверх ок на ок так а кто это тень келлж д на тень алгат Ух ты, ёл, ёл. Поговорите с Ледом. Видосик? Видосик. Один из них KILŽD. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас будет что-то интересное, наверное, надо звук включить Я так чисто по чуть-чуть включу Чтобы было... Поговорите с верным... Должны объединиться против региона Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, конечно. Красиво. Ты, говорит, уважаешь меня? Ну, пошли. Знаете, на самом деле, весьма приятно видеть. Ну, это просто, это уже я фанатично к этому Ромулу отношусь. Но, честно, приятно видеть, допустим, НПСов. НПСов? Ладно, пускай он говорит. Вот, че говорю-то. То, что приятно видеть развитие НПСов в дальнейшей сюжетной линии. О, смотри, как они сделали. Сейчас вы не можете воспользоваться услугами переводчика. То есть надо дождаться, пока он сюда дойдет. То есть, той ошибки, которую я сделал при прошлой игре, когда я только попал в эту прекрасную локацию, типа, эту ошибку уже не допустить. Классно. Сейчас он дойдет, скажет финальную реплику, и я портуюсь вместе с ними, верно? А я? Не понял. А я? А я? Я тоже хочу. В смысле, не могу? Почему? Я хочу портаться. В смысле? Не понял. Хорошо, давайте релогнемся. Может что-то поломалось. Не, ну всякое бывает. Я могу понять все. ПТР есть ПТР. Что-то быстро загрузило, так не кажется. Ой, я думал, что торгу нет откуда-то получил. Кайф. Хм, я не могу это юзнуть, понимаете. Ладно. Прыгнем в оплот. Из оплота в Долоран. Из Долорана... Туда, куда надо. Да. Странно, почему она не сработала. И зачитает ли меня в итоге. Квест этот при условии того, что я творю такие вещи. Хотя, должно зачитать на самом деле. Почему бы и нет. Мол, типа, мы не отступаем, а идем другим путем. Угу. Ну что, оплот-то прогрузится. Ура. Сейчас скроем недельный сундук. Ну так, чисто ради прикола. А почему бы и нет. Нет. Что это? Ничего себе. Я пока что не могу это использовать. 955 вещь за 15-й новый ключ в обновлении Сим-3. Что? Ну, хотя это вполне реально. Рост максимальных недельных наград из контента в контент по 25. Мол, типа, изначально, когда я только вышел в регион, мы лутали с десятых в 880-е. С сундуков недельных. Потом мы начали лутать 905-е, по-моему. Потом 930-е вещи. И потом 955-е. То есть рост по 25 эквипов. Я пытаюсь продумать, насколько я прав в этой ситуации. Это... Ну, справа. Угу. 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 Слишком сложно придумать что-то адекватное, кроме единственной этой мысли на самом деле. Ну, мол, типа опять будет сплющивание миф-плюсов. Это даже не оговаривается. Просто я не знаю, к текущим наградам прибавьте. 25, я думаю, клипов. И всё. Ильюш, какая-то такая у меня мысль по этому поводу. Да, я знаю прекрасно то, что Даларан это самое любимое место для подгрузок, но может и не в этот раз. Ай, шо ж так тяжко то всё. Даларан, Даларан, шо ж ты делаешь? Зачем орать-то так? Там же чё-то мне по почте пришло интересно, а я это не чекал ещё с момента первого дня, как я на ПТР зашёл. Я ж надеюсь, почта прогрузится? М-м-м-м, 890, типа релик. Ну так что, я получу прогруженные структуры? Или же нет? Или же да? Алло. Ох ты, новые две иконки тут. А, ну это с мощных, великих типов вторжений. Есть обычные, которые я закрывал, а есть прям вообще мощные, классные. Ага, спасибо. Очень нужны мне эти 655-ые клинки. Прям, не знаю, как жил без них раньше. Мне кажется, или музыка в Даларане изменилась. Или я просто её очень долго не слышал. Ну да, то есть по факту без разницы, как я вернулся бы на этот Виндикар. Самое главное, просто вернуться на него. Это хорошо. Виндикар Маккари интересует нас. Ах, всё, давай мне уже, Тигель. Я тебя прошу. Мы должны объединить тёмную эссенцию со светлой в Тигеле. Алло. Я говорю, нет времени. Ага. Конечно. Пойдём, тьма не остановит нас. Да иди, сейчас размотаем кого-нибудь. Пошли, давай. Я должна тебе показать, что увидела. Покажи. Сейчас будем за Аллерию играть, да? Ага. Она стала маяком. И указывает путь следащий, кому нужна эта сила. Ага. И чё? И что? Всё намного хуже, чем я думал. Справимся ли мы со столь мощным противником? Думаю, я знаю, как повысить наши шансы. Но мне потребуется помощь. Да, нам нужно активировать Тигель. Привет, Тигель. Здесь есть крома. Да ты издеваешься. Мы снимся внизу на руину. Начнём там, где кончается тьма. Давай, начнём. Хорошо. Давай. Да, поехали. О, крестик. Конечно, сообщу. Куда же я денусь от тебя? Да. 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 Да что ты говоришь? Никто не померкнет. Не поддавайтесь отчаяниям. Искушение ослабляет дух. И радует. Умные мысли говорить. Нужно подождать. Ага. Это я киберспортивно прилетел, конечно. Это что за снорки, прыгающие туда-сюда? Что это? А, ну да, ещё один запертый сундук. Как я их люблю. Вот, 19 раз больше я получаю. Неплохо. О, сундук с сокровищами обычный. Сейчас пойдём пролутаем. Я смогу его пролутать? Нет, он под землей пишет. Это что мне, туда идти? Нет, вы меня, конечно, поймите правильно, но туда я не пойду пока что. Надо будет по кресту пойти, я пойду. Я там всё понимаю, конечно, на открытие... Этих самых... Карахоли на стене. Неплохо. Я, конечно, всё понимаю, вскрытие аксессуаров, даже на ПТРе. Это весьма классно. Я этого не отрицаю. Но намеренно заниматься этим не очень-то хочется. Знаете, тут весьма неплохая плотность мобов. Мне это нравится. Загляните в свои души и найдите силу... Тень Аркана. Аркан, в любом случае, не является каким-нибудь боссом в инсте? Ну так, ради прикола. Нет. Никто меня не зовёт. Никому я не нужен. Скляните в небо. Ну, кстати, да, звезды есть, это верно. А вон и зерот. Да что ты говоришь? Сколько? Ага, мне нужно шарики юзать. Я бы хотел, конечно, чинить шарики поюзать, но ладно, не об этом речь. Я бы хотел, конечно, не об этом речь. Я бы хотел, конечно, не об этом речь. Да, я думал, он уйдется быстрее. Починись, говорит, у тебя нет выбора. Еще бы, сломанной к экипировке ты не пойдешь никуда. Тут как бы абсолютно все верно. У меня нет пиццели. Следовать за Арканом. Ох, беда-беда. Что же делать? Что же делать? Слышу, говорит, голос из прекрасного далека. Что, еще что ли? Ох, беда. Да слушай ты, сколько тебе влезет, я тебе не мешаю. Ой, зря я в них слил, у них все это по 800 кхп. Ну и ладно. Они ищут Аркану. Дотеры что ли? Уже чувствую, как нам раренько надо будет убивать. Кто зовет Аркана? Изолон снова будет убивать. Стой, это не Изолон зовет тебя. Все, ушел. Ну так давай шагнем. Ага. Аркан уже врагом помечен. Здорово. Что? О, это босс. Какие хорошие перчатки. Они нужны мне будут. Аркан, наконец-то понял. Что ты дебил, вот то что ты мог понять. Останется только грязно. Ага. Я что шутну его? Чувствую. Как будто что тянет нас назад. Странник. Есть новости? Мы есть новости? Вижу, вы бы встречались с наместником. Голос как улича. Что здесь делают свои собратья? Скоро узнаем. Он такой схожий. Вы за мной, если сможешь. Ничего себе. Если сможешь. Давай, пойдем. Две аллерии на карте. Кайф. О, здорово. Я тебе кое-что покажу. Постарайся, чтобы нас не заметили. Первое, объясни. Потерпи немного. Уже скоро ты получишь ответы на все вопросы. Ну, окей. Я могу использовать обилки. Хорошо. Это, типа, про меня речь идет. По, типа, то, что, жаль, он не убил эльфику и ее союзника. Союзник-то две есть. Странник-либо. Они так усырно работают. Жаль, что у них есть шансы. Я ее не осмотрел. Что? Не понял. Я не понимаю. Окей, ладно. Пускай меня спалят. Хочу перезайти в эту фазу. Ты будешь меня палить? Алло, ты инвиз палишь? Ты че? А вот изгнание из бездны. Все, окей. Я поторопился или что? Почему-то его проекция не хотела изучаться. Они так усырно работают. Жаль, что у них нет шансов. Вижу, ты расстроен. Я правда твоя лучшая учреждка. Я не понимаю. Она не хочет. Надо отменять фест против по-новой. Я просто не понимаю, почему он не работает. Я не понимаю. Окей. Отменить. Крест обозначается на карте. Я бы в любом случае его не потерял. Встретитесь с Алилией. Окей. Я не буду торопиться. Я буду идти относительно медленным шагом. Я тебе кое-что покажу. Постарайся, чтобы нас не заметили. Перво объясни. Потерпи немного. Уже скоро ты получишь ответы на все вопросы. Так, я юзаю вместе с ней. Все хорошо. Мне нужно осмотреть три итема. Я юзаю раз. Ох ты. Это было опасно. Я юзаю этот итем. Так, мало защиты. Нет. Нет. Нет, нет, нет. Это бред. Я пока не могу это выкинуть. Выпить? Я пока не могу это выкинуть. Покажи. Оно работает некорректно. Оно должно работать иначе. Понимаете, я иду к этой проекции, меня засчитывает горнила. Я иду к горнилу, мне не засчитывает проекцию. Это очень глупо. Окей, я не против посидеть над этим квестом и помучить его, на самом деле. Квест реально классный и интересный. Все элементы стелса в Вове, они идеальны. Кое-что, говорит, покажу. Сейчас Алерия прыгнет, я вместе с ней. Ага, хорошо. И все, теперь максимально надо спринтовать. Покажись. Покажись. Сейчас мы сломаем систему и для начала юзнем дальний итум. Что это было? Угу. Надеюсь, она засчитается. Давай. Нет. Она не хочет что-то делаться. Этот квест не работает. Я не понимаю, как его сделать. Я перепробовал все возможные тактики. Ну не в меня же ты ее увиди, ну. Серьезно. Очень грустно, что я не могу сделать этот квест по причине бога. Я знаю, это не особо поможет, но все же. Почему бы и нет? Всякое может быть. Игра, как бы, она проскриптована и понятия бага даже, в принципе, не существует. Но все же. Так, пускай меня спалят. Типа я еще в тени. Так, все, изгнание из бездны. Теперь я опять в бездне. Они так усердно работают. Жаль, что у них есть шансы. Вижу, ты расстроен. Я правда, твоя лучшая ученая. Просто боль. Это боль. Я не могу сделать квест. Не по собственной воле, не по собственной тупости. Он просто не хочет делать. Ну, что делать? Может, они проболтать должны просто, я не знаю. Я так побегал, типа покайтил. Могу ли я юзать маунта? Нет, не могу. Чтоб придумать-то такого интересного, я не понимаю. Ну и он, по идее, на том месте я сдаю квест, который я делаю после использования проекции и после использования горнила. И вот она, эта тьма, которой много очень. Чуть ли не водоворот прямо. Я не могу этого сделать, потому что я не могу юзать проекцию. Дебил. Ну, что это долго надо изучать? Я подкрикаю, мне неблом. Ладно. Я уходить отсюда и надеюсь, что, придя завтра, на это же самое место, в то же самое время, я смогу заюзать эту проекцию. Надеюсь на это. Ладно. Всех вам благ. Счастья, как говорится, здоровья. Моя попытка лечь сегодня пораньше окончилась провалом. Как всегда, это я умею, практикую. С самого начала лета, можно сказать. Ну, что, до скорого, как говорится. Всех вам благ.